всем привет мы снова на полигоне и снова собираемся пострелять но какую тему мы хотим сегодня осветить многие покупая первое оптическое приспособление назову именно приспособление сталкивается с такой дилеммой что же лучше прикупить при для охоты на коротке это коллиматорный прицел в народе коллиматор да или же это будет какой-то загонник да то есть оптический прицел у которого идет минимальная кратность там один один и два полтора там ну минимальная да то чтобы можно было сделать максимальное поле охвата и вот этот момент что лучше выбрать один говорит лучше вот это другой говорит лучше вот это третий говорит у вас это плохо потому что вы купили это они это давайте сделаем вот такой маленький экспериментик на примере двух бюджетных вариантов коллиматор и прицел прицел будет полтора на 5 на 20 это мой загонник который брал на али обзорчик по нему же делал и будет коллиматор тоже с алиэкспресса обыкновенный коллиматор который ну скажем так отдачу он держит он проверен на моем випре 308 он там какое-то время постоял значит он светит зеленой и красной . и там цена у нее там смешная вот мы поставим максимальную красную точку вот там у меня сзади на двух жердинках стоят висят вернее два шарика который может качество они летят вот так куда у нас сегодня ветер слева направо такой довольно не силы изначально была мысль какая кинуть шарик и пока шарик значит летит по нему отстреляться на время какое-то да но целях безопасности пока шарик вверху мы стрелять соответственно не будем не можем и не хотим а когда шарик только коснулся травы он моментально тут же лопнул может быть то что трава была колючая может быть солнце мы не знать решили сделать вот такой вот вариант то есть две жердинки там вот они от нас на расстоянии 50 метров два шарика белый и оранжевый в роли скажем так испытателя стрелка испытателя будет андрей вот значит смысл какой сейчас он зарядит 10 патронов первым он будет стрелять своей сайгой на которой установлен коллиматор вторым он будет стрелять моей сайгой на которой будет установлен оптический прицел то есть как бы для себя я уже определился что мне лучше коллиматор или загони у андрея очень маленький на стрел то есть опыта у него можно сказать нет вообще с коллиматора он вообще будет стрелять можно сказать там второй раз да то есть мы будем смотреть реально на человека который во первых устал вот уже как бы жарко во вторых возраст встретишь немножко подсевшее зрение четвертых недавно он немножко вывихнул правую руку то есть вот это все в совокупе как раз нам на руку ребята на руку ветер на половину поломанный андрей без опыта абсолютно и он сейчас нам сделать такую группу сейчас мы с ним поменяемся местами и я побуду в роли оператора андрей будет стрелять как андрей ты готов готов отлично скажи меня вот с коллиматорным прицелом какой ты шар 1 выбираешь оранжевый или белый белый отлично пусть будет так давай тогда сделаем так значит сейчас ты карабин ставишь вот у нас шарик лопнул это уже третий шарик который у нас лопнул ну что сейчас мы его прицепим новый и вернемся к вам после определенной кучи неудачи взорванных шариков которые на жаре бьются то ли об жертв или не пойми обо что собственно говоря нашли еще два белых шарика нашли два берег шарика значит сейчас на андре будет стрелять с каллиматором при помощи каллиматора до андрей какой шарик выбираешь левый или правый левый хорошо пусть будет левый шарик ты готов готов значит сейчас делаем так засылаешь патрон патроник ставишь на предохранитель оружие держишь все время вверху на предохранитель ставишь по команде как я скажу огонь, ты руку держишь все время на предохранителе. Когда я тебе говорю огонь, ты снимаешь предохранителя и резко начинаешь стрелять. Соответственно, мы смотрим, насколько тебе удобно расстрелять этот шарик левый, который будет, я, соответственно, подожду, когда будет какой-то порыв ветра, не просто так, чтобы ты по висячему стрелял. Вот эти 50 метров. Вот. Ну, собственно говоря, какое-то такое дуновение пошло уже. Ты готов? Готов. Итак, левый шарик. Огонь! Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. У-у-у! Бинго! Десятым патроном Андрей убивает свою жертву. Отстрелял. Так, отстрелялся. Хорошо. Если отстрелял, состав оружия на предохранитель, у тебя остался правый шарик. Так, мы поменяли сайгу. У Андрея сейчас моя сайга. Оптика на ней стоит тоже с Алиэкспресса. Загонничек. Как бы про него было куча уже всяких разных там видосов. Как бы у него кратность идет полтора на пять, на двадцать. Сейчас стоит кратность полтора. Андрей, делаем то же самое. Оружие вверх. Снимаем с предохранителя. Досылаем патрон в патронник. Здесь также десять патронов. Ставим на предохранитель. То есть по команде, как я тебе скажу, огонь. Ты снимаешь с предохранителя и попробуешь также с десяти выстрелов попасть в оставшийся белый шарик. Ты готов? Готов. Огонь! Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хю-ю-ю! Шестой выстрел. Андрей Владимирович, разряжайте карабин. Ну что, давайте сделаем какой-то, так сказать, вывод. Какие-то подведем итоги. Ну, во-первых, давайте немножко спросим у Андрея сначала. Вот, Андрей, какие вот у тебя были первые ощущения? Вот ты стрелял, можно сказать, второй раз с коллиматора сегодня. Ты там немножечко пострелял с утра, да? Вот. И, соответственно, с оптики ты уже какое-то время, ну, чуть-чуть больше, скажем, пострелял, да? У тебя нет опыта там по каким-то бегущим движениям, там, целям, прочее, прочее. То есть мы стреляли в основном с тобой по мишеням. Вот скажи, твое личное, вот, первостное мнение, когда ты стрелял именно, что ты стоишь спиной к цели, что ты не смотришь заранее, не готовишься, то есть ты не знаешь, где, ну, приблизительно знаешь, понятно, что, да? То есть ты разворачиваешь, стреляешь. Вот с чего тебе показалось легче попадать? В коллиматор. Почему? Ну, потому что сразу видно точку, сразу выстрел. Сразу видно точку и сразу видно выстрел. То есть ты видишь место, куда придет пуля? Конечно. Поэтому это получилось настолько обманчиво. Тебе кажется, что это так легко, ты видишь, куда приходит пуля, и ты аж на десятый выстрел попал. Почему? Я думаю, что потому что не все так просто, как кажется. Не знаю, мне больше коллиматор понравился. Хорошо, Андрею больше понравился коллиматор. Давайте с вами подведем какие-то вот итоги. С коллиматора мы берем по факту. То, что ему понравилось, понятно. Мы берем по факту. С коллиматором он, значит, попал с десятого выстрела. Шарик был, ну, вот так вот, наверное. Да, сколько тут получается в диаметре? Сантиметров 25, наверное, не больше, да? Ну, наверное. Вот, Сантиметров 25, вот так вот, мотыляло-болтыляло, 50 метров. Как бы, давайте возьмем плюсы-минусы. Ну, во-первых, скажем, во главу, наверное, поставим цену, да? Данный коллиматор стоит дешево. Он там на Алиэкспресс что-то порядка от двух тысяч рублей. Значит, можно взять какие-то там именитые там холостаны, там, что-то типа того. Они там будут стоить в несколько раз больше, там, да? Так же сама и оптика. Можно взять какую-то дешевую оптику, которая будет, в принципе, достаточно. Или взять какую-то оптику именитого бренда, которая будет, ну, просто супер-пупер, как будто тебе поменяли зрачок. Но в итоге все это позволяет нам охотиться, стрелять и получать удовольствие. Согласно нашим каким-то движениям. Если взять плюсы и минусы, смотрите. Ну, во-первых, размеры. Оптика занимает больше места, коллиматор меньше. Что еще? Коллиматор легче, оптика тяжелее. Цену, я уже сказал, цена коллиматора будет дешевле, чем это. Значит, чем отличается, скажем, плохой коллиматор от более дорогого? Наверное, размером точки. Кто-то говорит, что более тонкая точка, более острая. Но не забудьте, что если вы стреляете, скажем, на коротке, вам очень маленькая точка не нужна. Ее будет сложно увидеть. Тем более, если вы стреляете через какой-то кустарник или деревья. То есть там лучше точечка покрупнее. Если вы стреляете, скажем, надалеко, понятненько, что вам лучше, конечно, там эту кратность чуть-чуть увеличить. Хотя бы с загонника поставить на двоечку хотя бы. Ну, чуть-чуть хотя бы увеличится. То есть вот такие получаются у нас плюсы и минусы. Но, как говорится, у каждого сколько людей, столько желаний, столько хотелок. Да, и вот так вот у нас очередной получился раз. Вот с таким вот, так сказать, учением или с такими испытаниями. Вот Андрею ни с того ни с сего понравился коллиматор. Я вообще думал, он скажет прицел. Все удобнее. Я думал, он скажет, честно говоря, прицел. Мне коллиматор не зашел. У меня не получается. А ты, кстати, двумя глазами держал открытые или один? Да, двумя. Ну, вот Андрей все время держит два глаза открытые. В общем, в общем, вот так вот мы... У меня два ни хрена не видят. И один. Вот. Ну, в общем, с учетом того, что... Вот эта рука у тебя болит? Да, вот эта. Не надо. Вот эта рука у него болит. Глаза у него плохо видят. В общем, старенький уже. Вот. И, собственно говоря, вот так вот он стрелялся. И все равно, говорит, коллиматор ему больше понравился. Но, опять же, коллиматор можно поставить на планку, которая вот вместо целика, вот, да? Да, маленький. Коллиматор можно поставить чуть ли не на дульном срезе где-то, как бы. Но это все по-разному. Оптика все-таки немножко более специфичная тема. Но если вам надо будет, например, стрелять куда-то там подальше, вы можете там где-то увидели на опушке какое-то животное, вышло там что-то как-то, вы можете добавить кратности, да? Или, например, вы на полигоне, вам хочется пострелять там на 200 метров. Ну, коллиматором будет еще то удовольствие. Не потому, что вы будете плохо там видеть или нет, просто точка, в зависимости от расстояния, будет больше и больше закрывать мишень. То есть на 50 метров получается, ну, вот где-то вот такой кружочек закрывает точка. Ну, где-то порядка, ну, сколько, наверное, сантиметров, может быть, 8, 6, 8. Вот так закрывает точка на 50 метров, да? То есть на сотке она будет закрывать уже там, ну, вот так. То есть на 200 она будет вот так. Ну, то есть, соответственно, вот так. То есть целится вот таким пятаком, сами понимаете, такое. То есть, ну, мне больше, как говорится, зашла оптика и больше зашел загонник, как говорится, тут на вкус и на цвет, как говорится. Постреляем, посмотрим. Да, все по мастерам. В общем, не болейте, не кашляйте. Подписывайтесь на наш канал. Жмите там бубенчики, всякие колокольчики. Ставьте пальцы вот так вот. Кто-то говорит, что не получает уведомления. Ребята, все просто. Там, где у вас подписаться, рядом колокольчик. Жмете на колокольчик, у вас появляются три планочки. Внизу будет колокольчик перечеркнутый, потом будет просто колокольчик и колокольчик звенящий. Если вы нажмете на этот звенящий колокольчик, вы не пропустите больше ни одного нашего видео. На этом мы с вами прощаемся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!